роман дорогой мы тебя приветствуем нашей школе человек будущего homo futurus все мы тебя ждем я по твоей просьбе предложил всем сначала прочитать еще раз песня о вещи малеги потому что я обещал что ты скажешь нечто интересное потому что ты не только журналист режиссер автор многих документальных фильмов не только внука газенко но еще и нейролингвист нейролингвист который корни слов распаковывает и что-то такое там нам скажешь и мы тебя все ждем друзья я рад всех приветствовать здравствуй дорогой касай очередной раз тебя рад видеть у всех прошу прощения за фоновый звук дома двое маленьких детей поэтому вынужден вещать отсюда из кафешки но надеюсь меня хорошо слышно смотрите мы с вами живем как нам говорят в некоем информационном поле или там кто-то говорит что он подключается к информационному полю ну вот честно говоря а сай правильно сказал я люблю распаковывать смысл и слов больше чуши чем информационное поле представить себе сложно потому что если мы наконец-то будем обращать внимание на смысл знаков активизировать свою вторую сигнальную знаковую систему с помощью которой мы определяем себя как людей мыслящих что нас отличает как человека сознательно употребляя именно эту форму на полях скажу что люди это не множественное число есть собирательный термин люди а люди это звательный падеж это аулю поэтому человеки дорогие человеки дорогие человеки будущего недаром говорится что миром правят символы и знаки знак это такое такая материальная сущность за которой скрывается идеальное содержание вы есть упаковка как обертку конфет но в корне слова знак все-таки мы слышим глагол знать и знаком для нас является то что мы адекватно понимаем скажем смотрим на иероглиф он для нас знаком не является этак завитушка были более того большинство знаков значение которых мы не понимаем не знаем что занятием скрывается мы просто не видим это известно написанный случай когда над каким-то тропическим островом пролегала трансатлантическая авиационная линия и местные жители аборигены они не видели не слышали самолет потому что у них не присутствовал такая категория страшно удивились когда им наконец-то показали что там происходит видим ли мы точно знаки в виде слов букв текстов понимаем ли мы что там говорится но я немножко отвлекся и так информация информационная поле если мы переведем это слово с латинского информацию это отлитая форму то есть нечто виде изначальный день который уже придана форма знака то есть это то что уперлась возбудила и получила подвиг нашей второй сигнальной системы какое же информационное поле там что буквы летают или слова или дорожные знаки вот это чушь на самом деле для того чтобы некая идея стала информацией она должна пройти через нашу вторую знаковую сигнальную систему она должна быть осмысленна то есть мы должны овладеть смыслом тогда это становится информацией противном случае это некий поток чего-то не оформленного не отформатированного не информационного и не информативно так вот я повесил интригу благодаря дорогому хасаю по поводу песни о вещи молей я ценю пушкина не потому что нам когда-то в школе говорили что это гений это наше все я думаю что он недооценен такое обычно бывает с большинством из нас для которых зона комфорта это зона определенность это зона понятно все что за пределами этой зоны по определению того же шопенгауэра вызывает у нас агрессию там очень трудно выйти из этой зоны комфортных стереотипов традиционно считается что песня вещам олеги это некая квази историческая зарисовка которая несет основную мысль в течение двух столетий ее доносит до нас учителя и преподаватели а так называемом самозбывающимся пророчества то есть человек не способен ничего изменить что написано на роду под названием судьба то ему и предстоит пережить беда если он узнает что ему написано на роду все равно все сбудется человек не субъекте перед силами природы высшими силами силами судьбы рассказывает нам тыча пальцем песни о вещи молей я хочу сказать что для меня это центральное произведение величайшего ума и это все совершенно другом это о том насколько могущественным человек в том числе человек который способен отказаться от собственной судьбы верить ее в чьи-то руки и сам себя погубить и так давайте посмотрим насколько же мы умеем умеем читать умеем понимать то что то что нам написал великий пушкин и так первые строчки так я заранее подчеркиваю в этом произведении нет ни одного случайного слова как величайший гроссмейстер он умудрился связать каждое слово наполненные смыслом в рифму и в поучение нам на вырос и так как ныне сбираются вещи олег вещей между прочим отомстить неразумным хазаром их села и нивы за буйный набег обрек он мечам и пожаром а давайте задумаемся олег у нас именуется вещь то есть человеком который знает больше других и сам ведает что творит отомстить неразумным вот очень интересно месть сама по себе месть а еще к тому же и неразумным не вразумить и а за что-то наказать и теперь как их села и нивы за буйный то есть безумный набег обрекут мечам и пожаром села мечам порубить мирное население они мы пожаром обречь выживших на голод что это по определению как не карательная операция вещи олег карате человек который взял столицу мира константинополь царь град и вдруг каких-то сельчан деревенским он едет наказывать причем за буйный набег который не они совершали они хлебопашцы а он как скажем так руководитель страны прозевал этот набег он же еще и главнокомандующий и вдруг какие-то буйные неразумные совершили набег чего-то там пограбили и вот идет запоздалая реакция их наказать но только не тех кто с мечами пришел а тех кто работает серпами косами и выращивать свой хлеб и намек на это пушкин дает уже в первой страфе с дружиной своей в цареградской броне он едет в золотой керасе двуглавым орлом который он завоевал в результате блестящей операции взял столицу мира под контролем и в этой броне сверкающей на солнце он едет уничтожать мирное население причем со своей дружины и можно представить себе как люди которые он водил славные походы относятся к предстоящей операции и так князь пополю едет на верном коне из темного леса навстречу идет вдохновенный кудесник вот если мы вдумаемся в эту фразу из темного леса навстречу ему то есть волк жрец живет в темном лесу и тем не менее он идет навстречу зачем это дело выходя из темного леса как символа глубинного знания недоступного остальным выходит на солнце из тьмы на свет он идет навстречу к вещему олегу покорный перуну старик одному заветом грядущего места и так к вещам выходит тот кто знает будущее и напрямую общается со всевышним с богами с небом в космосе в мольбах и гаданиях проведшие весь век и к мудрому старцу подъехал олег вот задумайтесь какое основное главное опорное слово в этой фразе и к мудрому старцу подъехал олег как ты думаешь касается а вот и не точно подъехал подъехал вот представьте себе картинку к нему навстречу выходит человек который находится в диалоге со вселенной он идет к нему навстречу мудрый старше по возрасту и уж точно выше по земной иерархии а олег видите к нему подъезжает и начинает разговаривать с ним сверху вниз он даже не спешился с коня старик вышел к нему зачем он не поинтересовался зачем ты старче идешь ко мне ты мне хочешь что-то сообщить он перехватывает инициативу и задает ему глупейший вопрос который можно задать мудром скажи мне кудесник любимец что сбудется в жизни со мной и скоро на радость соседи врагов могильный засыплюсь землей ну да у него эго конечно это спектакль для своей дружины смотри я не победим подтверди это и они у меня за спиной ропши мы все равно одержим победу не бойтесь ребят мы делаем благое дело благослови меня на преступление открой мне всю правду не бойся меня в награду любого возьмешь ты коня и что ему отвечает кудесник жрец волхвы не боятся могучих влады и мальчик перед тем тут спектакль развить и княжеский дар и мне нужен куда я с конем твоим в лесу мне не надо я хожу ногами открой мне всю правду правдив и свободен их вещи и язык свободен не боюсь я тебя ты что здесь пытаешься сказать я к тебе пришел из воли небесную дружу не твоя воля сейчас заставить меня говорить и я думаю что здесь он сделал очень серьезную паузу подумать стоит ли тебе знать то о чем ты сейчас спрашиваешь это твой шанс спроси меня другом о чем ты хотел меня предупредить юшенька у меня эфир сейчас перезвоню вот это реальность жена звонит тяжелый вздох и это был шанс для вещего олега шанс остаться человек не прятаться за личин не лицемерить посмотреть на себя глазами богов вздыхает грядущие годы таятся во мгле там у меня в лесу в неведомом для тебя но вижу твой жребий на светлом челе там темно а разум-то твой мне понятен и опять тишина и большой пробел между строй нем нем летали хорошо запомни же ныне ты слово моё воителю слава от рада я вижу что тебе нужно тебе нужна мирская слава тебе нужна мишура тебе же нужны твои фальшивые статусы победой прославлено имя твое а это уже упрек твой щит на вратах цареграда я же понимаю что у тебя в душе и что в душе у твоей дружины ты взял столицу мира куда ты идешь мальчик и волны и суши покорны тебе завидует недруг столь дивной судьбе ты это хотел от меня услышал получи и синего моря обманчивый вал в часы роковой непогоды и прач и стрела и лукавый кинжал щадят победителя годы под грозной бронёй ты не ведаешь рам я думаю что тебя защищает твоя броня нет незримый хранитель могущему да и ключевое слово здесь как мы догадываемся незримый кто же это твой конь не боится опасным трудом он чуя господскую бою то смирно стоит под стрелами врагов то мчится по братому полю конь это тот незримый хранить или судьба это судьба который управляет сам вещами он управляет нет судьбы свыше нет так называемого детерминизма нет предопределенности ты сам творец своей судьбы ты сам бог господская воля и о это то что тебя хранит это твой личный сценарий и холод и сечи ему ничего но примешь ты смерть от коня а жрец ведь он что тот был изначально готов отдать любого коня и понять что цена этого ответа для него было равносильно его судьбе он был готов расстаться и переложить ответ за то что он собирался сделать на кого на небеса а служителя богов на ней это все предопределено я отказываюсь от собственного это не я не я это все небеса и я хочу это услышать и вдруг я слышу это олег усмехнулся однако чело которое было светло и взор оброчились и думать оброчились и думать мыслить начал включил мозги на коне и вот тут впервые почувствовал себя слабо уже будучи готовым отдать судьбу свою коня он наконец-то с коня слезает молчание рукой не легко совершенно не по его сценарию и верного друга прощальной рукой и гладит и требует по шее крутой жрец отказался от этого подарка он отказался брать ответственность за его судьбу все было в руках и он сам отказался прощай мой товарищ мой верный слуга слушайте какое лицемерие расстаться на сало нам бред теперь отдыхай уж не ступит нога в твое позвращенное стрелье смотри как я тебя любил смотри какой я великий актер чтобы на меня все обращали внимание у тебя даже стремя золотое прощай утешайся утешайся да помни меня вы отроки друге возьмите к ним продолжаем лицемерить покройте попоны мохнатым ковром мой лук под узцы отведите купайте кормите отборным зерном водой ключевую поездку и уток и тотчас конем отошли от них другого коня понимаете что произошло он сам творец но теперь уже не своей судьбой он от нее отказался он перестал быть личностью человеком именно в этот момент и все могло быть по-другому это просто очередная ступень его гибели ступень лестницы которые его ведет вниз отступил на шаг не расстанься вот с конем не предают свою судьбу и страх проявил любовь прежде всего к самому себе все могло быть иначе какое же здесь предопределение и вот вам финал перует с дружиною вещи олег призвоне веселым стаканом и кудрить белый как утренний снег над славной главой кургана давайте вспомним курган это что также это искусственный пол а его насыпают над погибших это братская могила его пушкинское сравнение и кудри белый как снег от курган то есть кудри над их головами а внутри уже смерть они поминают минувшие дни визу где вместе рубились они а где мой товарищ промолвали скажите где конь мой ретин здоров все так же ли бог его все тот же ли он бурный игривый и внемлет ответом на холме крутом давно уж почил непработанным сном вы слышите упрек давно а где ты был ты почему только сейчас вспомнил о том о ком ты велел заботимся ты перепоручил заботу о своей судьбе каким-то мальчиком и даже не интересовался своей личной судьбой своим хранителем тебе же сказал жрец незримый храните а ты услышал что ты примешь от него смерть каждый выбирает между любовью и страхом могучий олег головой пони и думает что загадание кудесник ты лживый безумный старик презреть бы твое предсказание мой конь и до ныне носил бы меня и хочет увидеть вам кости камеры посмотрите как легко этот великий завоеватель мира перекладывает ответ оказывается старик во всем виноват это он неправильно ему что-то предсказал как же жалко я расстался с тем кто меня носил из-за него из-за старика из-за мудреца вот едет могучий олег со двора он еще могучий тоже не случайность с ним игорь и старые гости игорь это его наследие это тот который фактически при не отработанной родительской матрице будет вынужден расплатиться за взятые у будущего в долг это тот кого древляне разорвут на части из-за которого потом его жена ольга причисленная кстати к лику святых отмстит неразумно сожжет их деревню причем трижды обманет и видят то есть игорь и старые гости то есть прошлое и будущее сошлось сейчас в этом эпизоде и видят на холме убрега днепра лежат благородные кости во первых на холме убрега днепра случайно ли пушкин говорит об этом представьте себе лошадь который стоит на возвышенности и смотрит на реку по которой все таки еще есть возможность вернуться его хозяин и поднять глаза на его собственный лук мимо которого он проезжает из своих походов возвращаясь в столицу он не ждет когда это случится и все еще можно исправить но нет он боится собственно он боится поднять глаза на этот холм лежат так он и умер ожидая своего господина вернешься ли ты к своей судьбе благородная кость кости-то благородно это не потому что коль был под седлом великого правителя нет потому что это то самое благородство которое олег оставил их моет дожди засыпает их пыль и ветер волнует над ними к вы понятно что за ним никто и не ухаживает если эти кости вернее этот труп лежал растащенный дикими зверьми и птиц никто даже не удосужился потому что они видели как хозяин относится к собственной судьбе князь тихо на череп коня наступил и молнил спи друг одинокий и еще один жест последняя ступень к гибели он наступил на череп он победил смерть он победил страх все уже кончилось нечего бояться наступил на череп любимого коня вместо того чтобы закопать эту кость он победитель чего стоит все эти фальшивые статусы твой старый хозяин тебя пережил на три из них уже недалеко не ты под секирой ковыль обогреешь и жаркую кровью мой прах напоишь я перестал бояться тебя так вот где таилась погибель моя мне смертью кости грозно из мертвой главы гробовая змея как черная лента в круг ног обвелась и вскрикнул внезапно у жаленой князь внезапно ли представьте сначала он разговаривает с жрецом сидя на коне сверху вниз потом спускается равняется с ним только тогда когда испугался и сейчас у него была возможность встать на колени а не наступить на череп любимого друга совершил он это не возгордись а смирись опустись чуть ниже ты бы увидел эту опасность это был последний шанс сколько шансов у человека а мы говорим о предопределенности и самосбывающимся пророчестве ковши круговые зелень и шипят на три сне плачевные олега то есть поминки праздник превратился в поминки князь игорь и ольга на холме сидят это те самые кто повторит его с дружина герой тубрега бойцы поминают минувшие дни и петра где вместе я понимаю что мы не понимаем большинства написанного сказанного или понимаем слишком буквально в результате происходит чудовищном скажем где плюс меняется на место но главный вывод который я для себя сделал это программное произведение для всех нас о том что наша судьба наших руках и как лингвист и не могу вам указать еще на одну очень интересную вещь судно судьба и суд это однокоренные слова то как мы управляешь нашей судьбой либо пускаем ее по течению без цели либо управляя неопытно бездарно втыкаемся в мели либо попадаем в шторм либо бросаем руль или либо доходим до нашей точки до порта назначения и тогда судьба это судно которое держит нас на плаву как мы к нему относимся к тому самому коню который является нашим незримым хранитель а в конце конечно суть это подведение итогов того кто мы есть были и зачем мы появились на этот свет чтобы прожить свою судьбу и не отказаться от ее из страха а держать ее в руках чего я вам всем и желаю спасибо тебе огромное я просто хочу тебе сказать прав ли я если я так понял вот я например раньше это произведение воспринимал чисто как историческое событие то есть предметно конкретно не вникая в смысл и поэтому сейчас когда ты говорил о том что и задал вопрос тем а что там в этой строчке первое было важно я сказал мудрец почему я ошибся потому что я не был в этот момент отрешен от ситуации конкретный предмет и не видел целиком и когда ты это сказал что именно подошел подъехал я вдруг увидел в этом событие и уже стал понимать о чем идет речь я думаю что все о чем ты сейчас говорил прав ли я ты просто скажи я не прав подправить все события ты говоришь о том что человек в принципе его эго она всегда его заставляет видеть вещи предметно и реагирует рефлексии и он не видит смысла сути сколько бы раз он не читал это вот этот информационный шум на самом деле не случайно а суть смысла в том что когда человек отрешается от ситуации то есть выходит из события и смотрит на него со стороны он очевидец события и не следит как бы когда он умеет когда он умеет эмоциональным интеллектом своим управлять потому что эмоциональный интеллект это сильный инстинкт самосохранения там эго и он видит предмет на чтобы сразу защититься отреагировать самоутвердиться и так далее он не видит смысла и вот возможность человека вот нашей школе человек будущего мы обучаем людей человечности мы создаем науку человечности а человечность постигается либо генетически у человека вот человек добрый он сопереживательный он на все реагирует не на предмет какой-то конкретный он одновременно сострадательные как христос для которого все были как говорится близки близки или магомед который говорил то же самое что нет между вами вражды никакой что вы должны иными словами просто каждый век говорит одно и то же о любви к ближнему о сострадании сопереживании о совместном созидании вот сейчас я понимаю совместном синергетическом диалоге когда люди пытаются понять вот я сидел и пытался понять потому что когда у меня первый момент был инстинкт саморефлексии я думаю ну я сейчас постараюсь послушаю и так далее скажу какие-то слова которые украсят наш диалог это было не то а потом когда я вдруг понял что надо проникнуться вот этого у людей мало синергетического диалога когда они вместе вот мы разговариваем с тобой на синергетический диалог потому что мы вместе решаем одну волнующую нас задачу понять на чем идет в этом произведении речь и вот когда мы вместе пытаемся понять у нас начинает получаться почему я тебя люблю и уважаю как человека именно поэтому потому что в тебе есть это начало понять извлечь корень смысла а смысл мы человек мы человек и ты с этого начал не народ а человек это как вот я не знаю как сейчас выразить но я хочу сказать что когда мы вот например по технологии выходим на нулевое состояние такой отрешенности эмоциональные мы тренируем наш эмоциональный интеллект отходить от ситуации смотреть на нее со стороны со стороны чьими глазами глазами человека а человек это я так думаю что люди которые в детстве своем или когда-то в своей жизни испытывали чувствовали чувство свободы от чего свободы именно вот это вот независимость этой ситуации сохраняли себя вот я в детстве во сне летал вот эта свобода то есть по существу у меня есть эталон который позволяет мне в жизни отличать черного черное от белого а есть люди которые не летали допустим и вот если у человека нет любимого дела когда он занимается любимым делом он обо всем забывает он там в потоке и у него состояние когда в нем открывается творец он становится человеком поэтому если человек не занимается мечтой если у него нет образа будущего если ведь этим люди отличаются от животных что они способны к идеалам способны создавать образ будущего способны к созидательной деятельности сопереживательной поэтому мы все вместе и создаем науку человечности вот в этом мне кажется я сам себя поймал на том что я мыслю предметно предметно и поэтому я сделал ошибку когда ты сказал так это же большинство людей так вот у меня парень какой-то молоденький мы там с Сулейманом делали беседу я ее выставлял в интернет и когда Сулейман рассказал о том что город Черкесск назван исторически потому что Черкесы в свое время его создавали так этот парень мне там написал знаешь что он написал а вы опять создаете там вы помните как в Украине там произошло после того когда вот этими вот занимались ну типа казачок-то был засланный он там написал ты представляешь он не вник смысл сути снова предметное услышал что Черкес создавали Черкесы Новочеркасск 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 и сразу рефлексия самоотверждение ну вот это то самое что было увлечено Олега когда ему мудрец-старец это по существу что такое законы природы это чувство гармонии внутри нас это любовь любовь это выбор между любовью и страх и вот посмотрите что заблокировало его сознание да поэтому я сознание это все-таки синхронизация с идеей определенной сознание ну конечно да что заблокировало что сделало его рабом индивидуального взгляда не сознательным страх когда ему мудрец говорит незримый хранитель и примешь смерть это его выбор между любовью и страхом выбрал страх предметное мышление и пошел дорогой животного а не человек поэтому у меня книжка вот следующая куда я тебя пригласил поучаствовать там как раз от страха к свободе и дело в том что человек становится личностью преодолевая страх и помогает ему в этом любовь когда есть воина и за что потому что просто так любить есть в геноме человека и создавать есть в геноме человека потому что в его геноме лежит вся эволюция предшествующих поколений в одной маленькой голове она требует разрядки такой мощности потенциала и потенциал может разряжаться либо в созидании либо в деградации поэтому свободный художник у нас как обычно это водку пил и рисовал там пьяны и так далее почему потому что и почему власть и свободный художник всегда были в конкуренции потому что власть всегда боится свободного художника в том смысле что свободный художник подчиняется высшей власти правому смыслу и чувству гармонии и с волей небесную дружим да спасибо тебе огромное спасибо я надеюсь я где-то в коле где-то там уже приближаюсь к пониманию того что ты хотел сказать и сказал или еще где-то у меня ошибки были ты мне подскажи ты все правильно понимаешь и абсолютно точно определил в том числе и задачу зачем это делать за тем чтобы люди открыли глаза перестали руководствоваться страхом научились все-таки синтетическому мышлению интегральному мышлению непредметному чтобы видели детали а за деталью как за упаковкой знака понимали идеальное содержание я начал с того что информация становится таковой только тогда когда она проходит через высшую нервную деятельность через призму общечеловеческих ценностей и она осознается только осознанная идея становится информацией информация поэтому мы прекращаем говорить про информационное поле подключение и так далее чтобы что-то идейное эфемерное стало информацией нужно нужен наш труд человеческий труд человеческий труд надо напрягать нашу вторую сигнальную систему мы улавливаем сигнал и превращаем ее в информацию в слова в картины в звуки в ноты в общение и вот тогда мы проявляем любовь любовь и творчество совпадают по вектору использованной энергии энергия отдается вовне тогда она используется она приносит пользу страх и неспособность что-то производить и творить это поглощение энергии тогда она распутывается вот все наоборот происходит использованная энергия это творчество и любовь это то что отдается а я тебе можно одну вещь скажу тоже как ну я не нейро-религиевист но все-таки близко где-то человек в психофизиологии занимается песню о вещем олеге а теперь я хочу сказать твой же дедушка Олег да и мой сын Олег правильно названный в честь него Георгиевич Олег Георгиевич же твой дедушка да ну такая Георгия Пабинодосец да да не случайно ли это ну давай обнимай обнимай да германское германское имя адаптированное в славянский язык я просто я просто хотел провязать это к историческому хольгер это хольгер что означает светлый или святой как Георгий святой так и Олег тоже поэтому и своего сына я в честь его прадеда назвал Олегом так что у нас есть теперь будущее как под названием Олег Романович вот видишь как замечательно я тебе очень благодарен и я жду следующих встреч взаимно спасибо огромное спасибо красавица спасибо друзьям привет и детям привет и всего доброго счастливо спасибо я надеюсь ты ответишь на комментарии которые там конечно всего доброго спасибо тебе